МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кубарем скатилась под откос и перевернулась по меньшей мере два раза, можно сказать, что водитель еще легко отделался. Во время головокружительного кульбита мужчина вылетел из салона своей машины. Первую помощь ему оказывали очевидцы и охранники торгового центра, на парковку которого автомобиль аккуратно и приземлился. По какой причине водитель не справился с управлением, практически на ровном участке дороги, стало известно позже. Уже в стационаре хабаровчанин прошел освидетельствование. Мужчина был пьян. На место аварии вскоре приехала супруга водителя. Она рассказала, что муж направлялся за город, чтобы забрать ее с работы. Водительских удостоверений никто из супругов никогда не получал, зато автомобиль уже приобрели. Девушка объяснила, что муж как раз сейчас посещает автошколу и в скором времени должен сесть за руль вполне легально. Сейчас же за свой проступок мужчина заплатит штраф. А спустя час в поселке имени Горького по вине 37-летнего автолюбителя столкнулись две иномарки. Вторым участником аварии стала 27-летняя девушка, которая управляла Тойотой Аурис. В результате столкновения водитель Тойоты Ипсум ушиб руку, но травму счел пустяковой, не требующей внимания врачей. Протокол о нарушении правил дорожного движения автоинспекторы вручили именно водителю минивена. До аварии иномарки двигались перпендикулярно друг к другу. Тойота Аурис по улице Энтузиастов. Ипсум приближался к перекрестку по улице Жуковского. Согласно дорожным знаком, дорогу должен был уступить мужчина, поскольку улица Энтузиастов является главной. Автолюбитель свой промах оправдывал тем, что обзор ему закрывали деревья. Оппонента он увидел слишком поздно.